Все мы знаем, как киты плавают в океанах, как они грациозно выныривают из воды и как они красуются перед туристами, плавающими на лодках. Но как вообще живут киты? В чем их особенности? Чем они занимаются и как питаются? Давайте разберемся в этом. В этом выпуске вы узнаете, что происходит, когда кит ест, а также узнаете много интересных фактов об этих огромных созданиях. Питание. Несмотря на то, что синий кит – самое крупное создание на всей Земле, его рацион состоит исключительно из криля – 6-сантиметровых рачков. Медленно плавая, синий кит открывает пасть и набирает в нее воду с массой мелких ракообразных. После этого животное закрывает пасть и языком выжимает воду обратно сквозь китовый ус. Планктон оседает на бахроме уса и затем заглатывается. При этом случайно в пасте могут оказаться рыбы или другие морские обитатели, но отдельного пищевого интереса для синего кита они не представляют. Специально кит их никогда не ест. Из-за своих внушительных размеров синий кит вынужден потреблять огромное количество пищи. Масштабы диеты синих китов поражают. Ежедневно один синий кит съедает от 3,6 до 8 тонн криля. Это свыше 40 миллионов особей ракообразных. При этом желудок гиганта может вмещать до полутора тонн корма. Чтобы вы лучше понимали аппетит этих гигантов, то среднестатистический человек съедает за всю свою жизнь около 50 тонн еды. Получается, что всего один синий кит съедает за 2 недели столько же еды, сколько человек за всю жизнь. Питаясь, синий кит пропускает через ус до 110 тонн воды, а за один глоток способен выудить из воды до 500 килограммов криля. Несколько лет назад с помощью беспилотника был заснят процесс питания синего кита. Анализируя запись, ученые выявили последовательность его действий. Заметив скопление криля, кит слегка притормаживает. Затем переворачивается на бок, двигая плавниками, и только потом открывает рот. Киту стоит немало усилий распахнуть гигантскую пасть, так что вначале он должен убедиться, что его цель съедобна. На видео есть и другой кит, который равнодушно проплывает сквозь скопление криля. Либо он был не голоден, либо не успел вовремя принять нужное решение. Но одним крилем и случайно попавшими в пасть рыбами дело не обходится. Иногда кит может проглотить и человека. Например, в 2019 году кит вида полосатик Брайда проглотил тренера по дайвингу Рейнера Шимфа у берегов Южной Африки. К счастью, млекопитающая быстро осознала, что ему в рот попало не то, что нужно, и выплюнула Райна. А совсем недавно, в начале июня этого года, в пасти горбатого кита побывал 56-летний Майкл Паккарда. Почувствовав дискомфорт, кит затряс головой, всплыл на поверхность и выплюнул застрявшего у него в пасти Майкла. Паккард считает, что провел в пасти кита около 30-40 секунд. И хотя все это звучит жутко, не стоит считать китов ужасными. Они никогда не съедят человека нарочно, люди могут угодить им в пасти лишь по случайности. Да и даже если это произойдет, то дальше пасти человек не продвинется. Горло у многих видов китов по диаметру соответствует баскетбольному мячу, так что попасть в желудок гиганту нереально. Но даже учитывая все эти факты, не стоит вставать на пути у этих гигантов. Киты не проглотят человека, но могут закрыть пасти, задержать дыхание и погрузиться в морскую пучину. Некоторые виды китов способны заныривать на несколько сотен метров, а также задерживать дыхание на несколько десятков минут. Сами понимаете, чем это может закончиться для дайвера, застрявшего во рту гиганта. А на что еще способны киты и чем они интересны? Смотрите дальше, чтобы узнать увлекательные подробности о самых удивительных морских гигантах и познакомиться с ними поближе. Размер Все знают, что киты огромные. Все знают, что киты это самые крупные современные животные на планете, но не так много людей представляют, насколько киты большие на самом деле. Синий кит – самое крупное создание в мире. Его длина может достигать 33 метров, а масса превышает 180 тонн. Надо сказать, что нам в какой-то степени повезло жить с синими китами в одно время, ведь по мнению ученых, это не только крупнейшие животные в мире на данный момент, но и самые большие животные за всю историю планеты в целом. И хотя если в плане длины с этим можно поспорить, то в плане веса синий кит – неоспоримый лидер. Никто за всю историю Земли не весил больше этих гигантов. Впечатляет не только общий размер синих китов, но и размер их отдельных частей тела. Например, язык синего кита весит 4 тонны. Это как пара крупных бегемотов. А четырехкамерное сердце гиганта по своему размеру соответствует автомобилю. Диаметр сосудов китов сопоставим с диаметром ведер. В пасти гиганта может поместиться 50 человек, а за секунду киты вдыхают 2000 литров воздуха, превосходя человека по этому параметру в 4000 раз. Продолжать можно очень долго, но ясно одно. Синие киты – просто нереально огромные создания. Звуки Киты не только огромные, но и очень громкие создания. Настолько, что Всемирный фонд дикой природы признает синего кита самым громким животным на планете. Киты общаются друг с другом с помощью звука очень низкой частоты, но очень высокой интенсивности. Крики, издаваемые синим китом, достигают громкости в 188 дБ. Для сравнения, громкость реактивного самолета составляет 140 дБ. Возникает вопрос, почему же тогда люди, живущие в прибрежных зонах и на островах, а также морские обитатели, еще не оглохли? К счастью, киты общаются на низких инфразвуковых частотах, которые мы не воспринимаем. Если бы гиганты кричали на средних или высоких частотах, мы бы давно оглохли. Звуки, издаваемые синими китами, могут длиться до 30 секунд. Если один кит кричит, то другой может услышать его на расстоянии более 1600 километров. Удивительно, на что способны эти создания. Кстати, ушей у китов нет, слышат они при помощи нижней челюсти. Цвет и название Никогда не задумывались, почему синего кита называют синим? Логично было бы предположить, что это из-за того, что у него синий окрас. Однако это не совсем так. Кожа синего кита скорее серая с голубым оттенком, при этом голова и нижняя челюсть имеют наиболее темную окраску. Спина несколько светлее, а бока и брюхо еще светлее. По телу гиганта разбросаны серые пятна разной величины и формы, придающие телу китам раморность. Ближе к хвосту, кстати, количество пятен увеличивается. При взгляде сверху сквозь слой воды, кит кажется синим, что и обусловило его название. Интересно, что с технической точки зрения, синих китов правильнее было назвать желтыми. Когда эти гиганты всплывают, видно, что они серебристо-голубые с желтыми животами. Желтые животы – причина, по которой их называют желтобрюхими китами. Даже Герман Мелвилл в своем знаменитом романе «Моби Дик» упоминал синего кита под названием «Желтобрюхий кит». Такую окраску придает вид водорослей, которые живут на брюхе кита. Ими и обусловлен желтый оттенок гигантов. А вот современное название «Синий кит» вошло в употребление сравнительно недавно, лишь в конце 19 века. Название популяризировал один из известнейших китобоев того времени – норвежец Свен Фойн. До этого у синего кита не было единого общепринятого названия. Родственники Как вы думаете, кем является ближайший родственник китов? Может, дельфины? Или акулы? Или какое-нибудь другое крупное морское создание? Удивительно, но это не так. Ученые считают, что ближайший родственник кита – это бегемот. Вот это поворот! Странно звучит, правда? Как эти африканские гиганты, предпочитающие пресные реки, могут иметь что-то общее с огромными китами, живущими в соленых океанах? Что ж, исследователи считают, что связь между китами и бегемотами вполне логичная. По их мнению, у китов и бегемотов существует некий общий предок, живший 50-60 миллионов лет назад. От него и произошли ранние китовые, а также похожее на свинью животное под названием антракотерии. Последний, в свою очередь, является предком 37 различных видов, большинство из которых до наших дней не сохранилось. Единственный потомок антракотерия, живущий сейчас – это бегемот. А вообще, сходство между бегемотами и китами прослеживается не только генетически, но и фактически. Судите сами. И те, и другие проводят большую часть времени в воде, они оба отлично плавают, им обоим нужно выбираться на поверхность. Бегемотам, чтобы поесть, а китам, чтобы сделать вдох. Дорогое вещество Интересный факт о китах-кошалотах. Эти создания способны производить очень дорогое вещество, которое пользуется спросом в разных сферах. Речь идет об амбре. Внешне она похожа на камень, но на самом деле это твердое, горючее, воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте самцов-кошалотов. Иными словами, кашалотов тошнит амброй. Казалось бы, разве может отрыжка кашалота стоить каких-то денег? Как оказалось, еще как может. Рыночная цена амбры составляет около 35-45 долларов за грамм. Следовательно, лишь один килограмм этого вещества способен обогатить вас примерно на 40 тысяч долларов. А собрав много амбры, вы можете стать миллионером. В 2019 году рыбак из Таиланда нашел на берегу кусок амбры стоимостью в 20 миллионов рублей. Один житель Новой Зеландии недавно собрал на пляже 45 килограммов амбры на сумму 2 миллиона долларов. Такая безумная цена объясняется тем, что амбра, твердея в соленой воде, приобретает сладкий мускусный запах. Амбра с отличительным запахом применяется в парфюмерной индустрии. Она является составляющей многих духов. Ее используют в качестве фиксатора запаха, а ее присутствие в духах обычно определяется по морским и сладким ноткам. Помимо парфюма, амбра используется в пищевой промышленности. Гурманы считают, что амбра придает блюдам исключительный аромат и вкус. Главный враг Вернемся к синим китам. Благодаря своему гигантскому размеру, они почти не имеют естественных врагов. Да, пара врагов у них есть. Это касатки и различные паразиты. Но самый главный враг синего кита живет не в море, а на суше. Речь идет, конечно же, о человеке. Статистика ужасает. С момента начала истребления синих китов прошло уже примерно 150 лет. Человек истребляет этих гигантов, поскольку спрос на китовый жир и ус очень велик. Несмотря на то, что в 1966 году был запрещен промысел синих китов, их истребление не прекращалось. По подсчетам, за годы активного промысла было истреблено около 97% всех синих китов. По оценкам ученых, сейчас в море осталось не больше 25 тысяч особей. Их численность стремится вниз, а сам вид относится к вымирающим. Ужасно, на что порой способна человечество в своих корыстных целях. Остается надеяться, что запреты и законы все-таки помогут, и синие киты смогут восстановить популяцию. Ведь в противном случае, мы навсегда потеряем одних из самых удивительных созданий за всю историю Земли. На этом все. Напишите в комментариях, какие другие интересные факты о китах вы знаете. И спасибо вам большое за просмотр.